Через монитор компьютера педагог следит за работой своего подопечного. Ученик заслуженного работника культуры Российской Федерации Галина Великжаниной, первоклассник Ваня только начинает свой путь в музыке, но уже делает первые успехи. Я уже знаю, ну не очень голоб, машек сибирят, кукушку и колечко. Скрипка, сольфеджио и даже хор. Все уроки проходят в дистанционном режиме. Чтобы убедить детей и учителей от коронавируса, учреждения дополнительного образования перевели на дистант в первую очередь. Но, как отмечают родители, занятия онлайн проходят также комфортно, и дети не испытывают трудностей в усвоении материала. Понятно, что нельзя сравнивать традиционный формат обучения дистанционный, но мы с вами говорим о вынужденной мере. Мы говорим о том, что, во-первых, не прерывать вот эту линию, педагогический процесс, чтобы дети не утратили навыки, которые они приобрели. И в то же время смогли бы защитить и мы себя, и ребенок, чтобы не заболел. Только в Ульяновске школы искусства художественные школы посещают 7,5 тысяч ребят. Все они, как отмечают в Управлении культуры, обучаются на дому. Перед тем, как вести дистанционку, специалисты провели мониторинг. Оказалось, что у 300 человек дома нет нужных музыкальных инструментов. На период домашнего обучения их предоставили семьям по договору аренды. Сейчас занятия проходят согласно плана, составлено расписание занятий. И ребятки, несмотря на то, что загруженность идет очень большая в первой половине дня, это дистанционный формат обучения общеобразовательных школ, и наши детки приступают к занятиям в удобное им время. Еще один плюс домашних уроков – ребята сами выбирают и согласовывают с преподавателем время, чтобы каждому было комфортно. В Управлении добавляют, что при каждой школе есть чат в мессенджерах, куда родители могут написать интересующие вопросы. Также можно обратиться в Управление культуры по телефону горячей линии 274301.